Народ здорово, и это последний эксперимент по водостоку. Я проводил этих опытов много, но какая разница, сколько проводишь, результат всегда один и тот же. Хоть сто раз, хоть тысячу, на погрешность измерений это не влияет. Вы можете сами взять любые две раковины и провести. И об этом даже пишут в Википедии, что теория силы Криолиса не подтверждается. В этом вы можете убедиться. И я сейчас бы хотел зачитать Википедию и провести идеальный эксперимент в идеальных лабораторных условиях. После набора воды я подождал и жидкость отстояла. Вода была теплая, не горячая, не холодная. А геометрия ванн идеальная, а сток обычный, это обычные раковины в обычном помещении. Вы можете найти и повторить то, что сделал я. И это недорого, это простой эксперимент. И вы сами убедитесь в том, что то, что я вам говорю, это правда. И сейчас мы зачитаем Википедию. Так, и открываем Википедию. И читаем сила Криолиса. При идеальных условиях сила Криолиса определяет направление закручивания воды. Например, при сливе в раковине. Феномен обратного закручивания воды при стоке. На практике эффект проявляется лишь в тщательно спланированных экспериментах, проведенных вдали от экватора, в которых используются строго симметричные сосуды, многочасовой отстой жидкости перед экспериментом, контроль внешних условий, стабильность температуры и отсутствие потоков воздуха. И вот это закручивание воды при стоке. Лабораторные эксперименты. В лабораторных экспериментах, в которых принимались специальные меры предосторожности для исключения случайных возмущений, строго выдерживалась симметричность формы сосуда, жидкость перед сливом отстаивалась в течение длительного времени, предотвращая воздействие воздушных потоков. Было подтверждено, что как в северном, так и в южном полушариях жидкость получает вращение, предсказываемое теорией теории. Киносъемка одного из таких экспериментов вошла в серию учебных фильмов по гидромеханике, снятых Национальным комитетом по фильмам по гидромеханике. В некоторых экспериментах наблюдалось изменение направления вращения жидкости при приближении поверхности жидкости ко дну сосуда. И далее, тут предполагают, что от температуры жидкости меняется и уже неоднозначно. В северном полушарии вода будет закручиваться против часовой стрелки, а в южном по часовой. И чтобы очень сильно увеличить точность эксперимента, я сделал очень маленькие листочки. Это старые листья можжевельника. Я их заливаю по бокам, так, чтобы не сильно на течение влияло, чтобы не создавало течение внутри раковины. Эти листья можжевельника равномерно распределяются по всему объему воды, как на поверхности, так и внизу. И не очень-то и сильно влияют при стоке. И видео снималось несколько раз. Вот это сейчас я уже подождал час. Вода отстоялась. И видно, если смотреть на бока, что вода не движется, не течет, а объем ее такой хороший. То есть, если с каждого бока посмотреть, на листья можжевельника видно, что эти листья стоят на месте и не двигаются. В помещении нет окон, закрыто и ветра там быть не может. Оригинальное видео, как всегда, в той же самой ссылке в описании видео. Можете посмотреть без монтажа. Все открыто, все доступно. С течением времени некоторые листья можжевельника соединились. Но это не суть. И твердая пробка позволяет убрать возмущение пузыря. Это максимально точный опыт. Здесь учтены все факторы, которые сказаны в Википедии. И поднимаю пробку прямо вертикально вверх. Пузырь под пробкой. И прямо поднимаю, пузырь не вылетел. Только несколько капель. Но они не влияют, потому что объем воды большой. И теперь суть эксперимента. Смотреть на листья можжевельника. Фокус настраиваю. И вот вода начинает стекать. Листья идут к водостоку. И нет никакой воронки. А я нахожусь в северном полушарии в городе Уфа. Или северный полудиск, как хотите. То есть я близко к северному полюсу. Я не на экваторе. А в теории Кориолиса я должен быть на экваторе. Вторая раковина. Обе раковины близки. Близко друг к другу расположены. Здесь исключено попадание что-то в водосток. Сами листья, попадая в водосток, просто стекают. Они очень маленькие. Это повышает точность эксперимента. В самый первый раз я использовал большие листья. И они закручивали одну раковину воронку одной раковины в одну сторону. А другой в другую. Сейчас это исключено. Смотрим на листья можжевельника. Они не движутся по всем сторонам. Видно, что течения не внизу, не наверху нету. Это стоячая вода. Ветра тоже нету. Так как верхние листья тоже никуда не движутся. Этот эксперимент самый точный и проведен в лабораторных условиях. Давайте же посмотрим, закрутит ли его сила Кориолиса. То есть, находясь в северном полушарии, она должна постоянно крутиться в обоих раковинах против часовой стрелки. Чего не наблюдалось на протяжении всех экспериментов. Давайте последний раз подумаем. Подумайте сами. Или проведите эксперимент сами. Здесь ничего дорогого нету. Купить проволоку, купить пробку и найти помещение, найти листья можжевельника. Найти такие две раковины или попросить. Если не верите, проверяйте. Я проверил, не поверил всей этой Википедии и выиграл. Теория Кориолиса не подтвердилась на протяжении многих экспериментов. Теперь последний опыт. Вынуть пробку так, чтобы пузырь никуда не улетел. Это цель пробки с твердой основой. То есть, чтобы пузырь был наверху. То есть, тут учитывается даже фактор того, что пузырь вверх пойдет, а не вбок. Достоинство пробки с твердой ниткой. Я использовал проволоку. Ну, удостоверяемся. Специально долго смотрю в каждый угол. Для того, чтобы доказать, что здесь нет никакого течения воды и течения воздуха. То есть, нет ни ветра, ни течения воды. Прям вот доказываю. Всматривайте, смотрите на листья. Смотрите на воду. Видно, что она стоячая. Видно, что здесь нет никаких возмущений. Даже малейших. То есть, вода отстаивалась долго. И я провел реальный эксперимент. Обыкновенные раковины. Сток обычный. И вы это можете сами проверить. Самое сложное. Вынуть пробку так, чтобы пузырь никуда не улетел. Поэтому я очень долго к этому готовлюсь. Идеальная пробка. Твердой ниткой. Или с проволокой. Да, мне удалось без пузыря вынуть пробку. И я ее быстро выкидываю, чтобы она не дала капель, которые могут возмутить воду. И теперь вода начинает стекать. И смотрим, есть ли сила кориолиса. Первой раковины никакой силы кориолиса не было. Смотрим на вторую. Две одинаковые раковины. Такие раковины находятся везде. С четырех сторон равномерно уходят листья можжевельника. И идеально, без какого-либо закручивания, в какую-либо сторону вода стекает. И какой же вывод мы можем сделать? Я вам показал всего шесть экспериментов. Делал я их больше. И нет необходимости делать сто, тысячу, чтобы увеличить точность эксперимента. Потому что уже бессмысленно. Уже десять опытов сделал. Уже сто, тысячу. Десять опытов, все десять. Не могли быть неправильно, понимаете? То есть вот сейчас я вам показал идеальный эксперимент. В идеальных лабораторных условиях. Объемы раковин были геометрически идеальны. Сток обычный. То есть все факторы соблюдены. Температура воды комнатная. Течение воды отсутствует. Выдерживалась вода час. То есть по листьям можжевельника вы можете посмотреть, что течения воды внизу не было. А также наверху течения воды не было. То есть не было ни ветра, ни воды. И то есть обе раковины при пробке с жесткой проволокой не дают вращения ни вправо, ни влево. Они стекают так, как бы если бы они были на экваторе в теории Кориолиса. Эти эксперименты, которые простые и которые вы можете сделать, я вам показал, как вы их можете сделать. Потому что это реально просто, чтобы вы увидели и доказали сами для себя то, что силы Кориолиса нет. И что часть огромная школьной программы – это обман. И с этим мириться не надо. То, чего нет, того нет. Силы Кориолиса нету на ней. Ставим крест. Ее не было никогда. Откуда же появилась такая теория? Теория Кориолиса. Раньше не было никаких полетов в космос и в другие всякие пространства, которые сейчас считаются реальностью, но не доказаны. И сейчас пытаются доказать сферическую Землю полетами ракет. А раньше не было полетов ракет и придумали на скорую руку теорию силы Кориолиса, которая на практике не подтвердилась. Мы все живем на плоской Земле, и в этом ничего стыдного или смешного нету. Это просто мир, в котором мы все живем. Эти опыты доказали, что никакой силы Кориолиса нет. И этот вопрос, почему в северном полушарии против часовой крутится, а в южном по часовой, и этого не существует. Не крутится ни по часовой, ни против, не крутится ни в какую сторону. Просто вода сливается. Если нету внешних воздействий или препятствий при сливе, или если течения воды нету, тогда вода никуда не сливается. Я предусмотрел все факторы и все их учел. И думайте сами. И если не верите, проведите сами эксперимент. И пришлите мне или куда-нибудь еще. До скорых встреч. До свидания. Нажимаем палец вверх. Просматриваем видео до конца. Нажимаем подписаться. Нажимаем колокольчик.